Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Анастасия Мосина и в начале об основных темах сегодняшнего выпуска. Температуры будут достигать ночные 37-42, местами до минус 47. Сложные погодные условия заставляют экстренные службы работать в усиленном режиме. Морозы обнажили коммунальные проблемы Каннска. Они не виноваты, девочки, которые непосредственно здесь работают. Значит, надо обратить руководство на это внимание. Жители города возмущены работой почтовых отделений. Пожилые люди несколько месяцев подряд не могут пополнить свои пенсионные проездные. В месяц, по-моему, у нас два-три мероприятия будут проходить. В Каннске прошло первое мероприятие Всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять», в рамках которого дети украсили свой благоустроенный двор с символами зимы – снеговиками. И теперь обо всем подробнее. Морозы в Каннске стоят уже неделю и пока отступать не собираются, что привело к многочисленным проблемам как в жилищной сфере, так и во многих других. Моя коллега Татьяна Блинкова постаралась выяснить, что тревожило жителей города в эти выходные и как справились экстренные службы со своей работой. Жильцы многоквартирного дома по улице Урицкого страдают от бездействия управляющей компании с лета прошлого года. По их словам, именно тогда в их доме произошел порыв, который вовремя не был устранен, и уже полгода им приходится мириться с мокрыми стенами и лужами в коридорах. Но сейчас их терпению пришел конец. Наступившие морозы, воду, постоянно капающую с потолка, превратили в огромный сталактит. Что это такое? Он зарплату получает такие же, как мы люди реально работаем, зарабатываем и платим. Но дело в том, что за что платить, вот сами видите, за что. У меня ребятишки маленькие, вот он пойдет, подскользнулся в школу виском, ударится и все, потом начнется. А куда вы смотрели? Жилищники в свою очередь отказались от части услуг из-за задолженности, и если ситуация не изменится, то после отопительного сезона договор с ними будет расторгнут в одностороннем порядке. А в общежитии профессионального училища номер 27 в нескольких комнатах студенты спят в зимних вещах. Из-за перебоя электроэнергии и старой проводки они не могут включить обогреватель. Я до этого была две недели назад, я спустилась к воспитателю и спросила, почему у ребенка холодно? А воспитатель сказала, включайте электроприбор, почему не включаете? Света говорит, у нас не рупает. Комендант общежития и завучилища утверждают, что в комнатах температура не ниже 18 градусов. И при этом пообещали, что сегодня же утеплят окна. Ну а ремонт проводки придется отложить до лета. В благоустроенном доме можно спастись только обогревателем, ну а в частном секторе горожанам приходится топить печи. Многие пытаются подкинуть как можно больше дров и угля, чтобы тепла хватило на продолжительное время. Но забывают проверить свои печи на исправность. По этой причине в Каннске в эти морозные дни произошло 7 пожаров. К счастью, никто не пострадал. В травматологическом пункте работа тоже кипит. С обморожениями разной степени тяжести за неделю обратилось 9 человек. Был отморожение у ребенка. Больше года ему было. Мама пошла с ним в магазин. Ну так как ребенок-то больше года не может ничего не сказать. Поэтому там тоже были отморожения пальцев кистей. Но в легкой степени. Один пациент был госпитализирован с глубокими обморожениями. Остальные находятся на домашнем лечении. На этой неделе врачи ожидают еще больше наплыв пациентов. А метеорологи уже знают прогноз на ближайшие 7 дней. Хочется, конечно, порадовать наших жителей. Осталось терпеть немножечко. В конце недели у нас ожидается повышение температур. Начало и середина недели еще остаются холодными. Температуры будут достигать ночные 37-42 местами до минус 47. А днем будет немножечко, конечно, повыше. Но все равно холодно. Минус 32, минус 37. Самыми заядлыми фанатами морозов являются школьники. Ведь у них появляются незапланированные каникулы. Но остаются и те, кто, несмотря на очень низкую температуру, все же приходят на занятия. И таких учеников сегодня в школах города в общей сложности 24. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Также из-за морозов на территории всего края отменены практически все междугородние автобусные перевозки. «Канск» не стал исключением. Из-за серьезного похолодания с субботы автобусы пригородного сообщения не могут выйти в рейс. Большая часть автобусов до Красноярска также отменена. По словам директора автовокзала, к сожалению, такая обстановка сохранится до окончания крещенских морозов. «Пригородное сообщение практически остановлено с субботы. То есть ни один рейс ни до какой деревни, ни до Иландска никуда не выходит по сегодняшний день. Значит, выполняются только междугородные маршруты. Это Нижняя пойма Канск-Красноярск, Нижний Ингаш-Канск-Красноярск и Братский маршрут проходит. Тосеевские, Абонские маршруты, все междугородние до Красноярска также отменены». И теперь к другим темам. Горожане возмущены работой почты. В лютые морозы пожилым людям приходится ходить от одного почтового отделения к другому в поисках возможности пополнить свой пенсионный проездной. Татьяна Лисогор разбиралась в проблеме. «Сбой в работе системы. Именно так работники Почты России объясняют невозможность положить деньги на пенсионные проездные. Это со слов посетителей 4-го отделения. Для многих пожилых людей проездной – единственная возможность сэкономить на поездках в общественном транспорте». Вера Шкаловская живет неподалеку от почтового пункта номер 4. Каждый раз ей и еще десятку пожилых людей этого района приходится обходить практически все отделения связи города в поисках выхода из сложившейся ситуации. «Я считаю, что программисты должны работать, как-то решить этот вопрос должны. Операторы-то, конечно, они не виноваты, потому что у них не работает программа. Они не виноваты, девочки, которые непосредственно здесь работают. Значит, надо обратить руководство на это внимание». Убедиться лично в том, что сервер не работает, нам не удалось. Сотрудники почты попросили нашу съемочную группу удалиться. На наш журналистский запрос Управление Федеральной почтовой службы Красноярского края ответило письменно. Заверив, обвинения жителей Каннска необоснованы. Неполадки в работе системы хоть и случаются, но крайне редко. И устраняются они в самое короткое время. Отметим, что при пополнении единых социальных карт льготников в отдельных случаях бывают кратковременные технические сбои в работе. Но они оперативно устраняются сотрудниками филиала. Услуги по пополнению социальных и транспортных карт во всех отделениях города Каннска оказываются в полном объеме. Таким образом, все претензии краевое руководство почты отрицает и лишь считает нужным напомнить о том, что телефон горячей линии 8 800 20 05 888. Татьяна Лисогор, Анастасия Трикос, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал. Взбитая школьница не захотела ехать в больницу. На улице Муромской автомобилист наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель предложил потерпевшей отвезти ее в больницу. Но ребенок испугался и отказался ехать с незнакомцем. Теперь водителю, осуществившему наезд на школьницу, грозит лишение прав. О произошедшем она впоследствии сообщила своим родителям. И потом она с мамой обратилась в травматологический пункт Каннской межрайонной больницы. Мужчина также не сообщил о происшествии в госавтоинспекцию и с места происшествия уехал. Впоследствии он был установлен. Им оказался местный житель 1955 года рождения. В отношении мужчины был составлен административный материал. За данное правонарушение оставление места дорожно-транспортного происшествия ему грозит арест до 15 суток, либо лишение права управления автомобилем до двух лет. Госавтоинспекторы призывают водителей быть предельно внимательными. Кроме того, полицейские обращают внимание на то, что гололед также становится причиной падения пешеходов на пешеходных переходах или тротуарах и рекомендуют гражданам не стоять у края проезжей части, а дорогу переходить только после полной остановки всех транспортных средств. 20 тонн кормов для животных изъяли на станции Каннский-Несейский сотрудники Россельхознадзора. Комбикорма прибыли в Канск на железнодорожном транспорте из Санкт-Петербурга. При проверке груза, предназначенного для кормления телят, сотрудники Роспотребнадзора выявили факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов. Корма были изъяты из оборота и помещены на изолированное хранение в склад грузополучателя. В отношении грузополучателя, владельца этого груза, сельскохозяйственных производителей Абонского района, было выдано предписание о приостановлении данного груза, о помещении его на изолированное хранение до предоставления ветеринарно-сопроводительного документа. Грузополучателю грозил штраф от 10 тысяч рублей. Однако в течение пяти дней ему удалось предоставить оригиналы необходимых документов и доказать, что продукция была соответствующего качества. Наказание сельхозпредприятия избежало. Добавим, что подобные случаи происходят нечасто, так как Россельхознадзор ведет постоянный контроль на железнодорожных путях. Сразу после небольшого рекламного блока расскажем о том, кто не побоялся морозов и поучаствовал в конкурсе на лучшего снеговика. Как прошла встреча ветеранов образования и кто из каннских спортсменов и тренеров признан лучшими во всем крае. Не переключайтесь. Внимание у предпринимателей! Открылся новый оптово-розничный склад. Самые низкие цены в Канске. Продукция Росрезерва. Оптовым закупкам очень выгодные условия. Ждем вас по адресу. Гаражная 1Б, строение 7. Въезд с улицы Окружной. Выходи гулять. В Канске стартовал зимний фестиваль городской среды, который пройдет на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля. Уже сегодня в фестивале участвует около 500 городов и поселков, на общественных пространствах и дворах которых пройдет порядка 3000 мероприятий. В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, по всей России пройдут ярмарки, спортивные турниры, семейные викторины и традиционные национальные забавы. В Канске площадками для проведения фестиваля станет привокзальная площадь, центральный парк и благоустроенные дворовые территории. Для заинтересованности населения, чтобы все-таки голосовали, участвовали и благоустраивали территорию. Тут мы немножко возвращаемся в наше детство, когда в свое время нас было с улицы не загнать, несмотря ни на какие морозы. Мы пытаемся этим самым еще и подружить детей, которые живут в этом доме, чтобы, ну, может, задать такую нотку с учетом старых времен, когда знакомились и проводили время на улицах. Приоритетный проект формирования комфортной городской среды продлен до 2022 года. А это значит, что с каждым годом удобных пространств и дворов будет еще больше. Какие именно пространства нужно обустроить и как выбирают жители? С программой мероприятий фестиваля в Канске можно познакомиться по ссылке, которую вы видите на своих экранах. Возможно, внесение изменений в связи с морозами. Следите за объявлениями. Канск присоединился ко Всероссийскому зимнему фестивалю городской среды «Выходи гулять». В рамках этой масштабной акции сотрудники библиотеки филиала номер 8 провели конкурс «Мой снежный друг», посвященные Всемирному дню снеговика в одном из благоустроенных по программе дворов. Снег! Крусимся! 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 Мороз! Ух ты! Не побоялись мороза и вышли гулять вместе с библиотекарями филиала номер 8 ребята, проживающие в соседних домах. Двор по адресу Ангарская, 24, был благоустроен в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды в 2017 году. Именно здесь прошло первое мероприятие зимнего фестиваля – конкурс скульптур «Мой снежный друг», посвященный Всемирному дню снеговика. Решили сделать для них вот такое мероприятие, рассказать им о празднике, посвятить. Ребятишки пришли, помогали нам лепить снеговиков. Мы очень часто проводим мероприятия для детей, кто рядышком живет. Но вообще мы призываем всех приходить к нам, мы рады всем. Известно, что в морозы снег лепится не очень хорошо, но это не остановило участников конкурса. Дети микрорайона с удовольствием создавали снежные композиции, пустив в ход всю свою фантазию, наделяя снежную скульптуру самыми добрыми чертами, ведь ребята точно знают, как должен выглядеть настоящий снеговик. Должен быть кругленький, с носом, морковкой и с ведром на голове. День снеговика – один из молодых, но уже любимых праздников детворы. Детские рисунки, три серьезных снеговика и один лежебока украсили в этот день дворовую территорию. Так Канск присоединился к пяти сотням городов, в которых проходит Всероссийский зимний фестиваль. В плане мероприятий еще много по различным микрорайонам, дворовым территориям города, там, где было проведено благоустройство. В месяц, по-моему, у нас два-три мероприятия будут проходить. Надеемся, что в морозы минус 40 мы не попадем, но мы настроены жителей вывезти из своих домов, пусть все жители активно обращают внимание на объявления. Следующее мероприятие в рамках фестиваля «Снежные забавы» назначено на 25 января. И пройдет оно во дворе дома 24 в Северном микрорайоне. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Традиционная рождественская встреча ветеранов педагогического труда состоялась в 19-й школе. Уже в шестой раз педагоги, которые находятся на заслуженном отдыхе, собираются вместе, чтобы пообщаться и вспомнить радостные моменты. Ольга Ванеева расскажет подробнее. Ветеранов учителей в Канске не забывают. Это доказали шестые рождественские встречи, которые собрали около 80 участников. В этот день звучали слова благодарности за бесценный труд и преданность профессии в адрес заслуженных педагогов. Для гостей подготовили праздничные столы и насыщенную программу в исполнении творческих коллективов. Многие из этих людей до сих пор принимают активное участие в жизни образовательных учреждений, в творческих встречах и выставках. Делятся своим жизненным опытом с молодым поколением. Каждая личность представляет себя, вы знаете, уникальный человек, потому что столько лет поддавали все. В основном очень много они заслуженные педагоги, имеют правительственные награды, то есть даже заслуженный педагог Красноярского края, либо отличник образования. Но очень дали много нашему образованию. Чтобы проработать в школе под 50 лет, как многие из пришедших на встречу, нужно очень любить детей. Профессия должна стать призванием. И у каждого в этот день свои воспоминания о годах работы. Так Лилия Коберская, в прошлом учитель истории, директор 21-й школы, безошибочно вычисляла неподготовленных к уроку. По глазам вычисляла, сразу видела, кто готов, а кто не готов. Я могла посмотреть в глаза и сразу сказать, готов ли он. Они мне даже говорили, а у нас что, на лбу написано. Именно педагог учит нас грамотности, передает младшему поколению жизненный опыт, культуры, национальные и общечеловеческие традиции. Ветераны педагогического труда – это те люди, которые вложили в нас не только бесценные знания, душу, любовь и заботу. Мы здесь встречаем столько своих людей дорогих, глаза родные, с которыми проработали много лет. Мне кажется, к каждому столику можно подойти и говорить, говорить с людьми, говорить, вспоминать, вспоминать и видеть. Я их очень рада. Уже по сложившейся традиции все пришедшие получили памятные подарки от управления образования. А кульминацией вечера стал большой торт, который позже разделили между ветеранами. Ольга Ванеева, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Тем временем театр готовится к весне. Совсем скоро стартует краевой фестиваль «Театральная весна-2018». Уже на этой неделе в рамках своего рабочего турне «Канск» посетят театральные критики. Им предстоит отобрать спектакли на участие в конкурсе. За хрустальные маски поборются десятки театров региона. Стартовал отборочный тур «Театральной весны-2018». Непосредственно сам фестиваль пройдет в марте. А пока театральные критики Владимир Спешков, Глеб Ситковский и Антон Хитров должны осмотреть лучшие постановки театров региона. Еще осенью прошлого года были отобраны спектакли, которые поборются за хрустальную маску уже этой весной. «Театральная весна» предполагает награждение в нескольких номинациях. Это лучший режиссур, это лучший спектакль, это лучшая сценография, лучший художник-постановщик, художник по костюмам, лучший артист. Здесь очень много номинаций, поэтому, естественно, мы надеемся, что в каких-то номинациях мы не только будем отличными, но и будем являться победителями. Каннский театр представит на суд критиков спектакли. Это выходцы Каннской театральной лаборатории, авангардный скелик и семейная постановка «Черная курица». Показы пройдут 26 и 27 января в 18.00. К слову, скелик уже претендует на золотую маску. Его покажут 18 марта в Московском театре юного зрителя. Хорошая новость пришла из Министерства спорта региона. На основании положений о краевых смотрах-конкурсах «Лучший спортсмен и лучший тренер» за 2017 год коллегия Министерства спорта Красноярского края признала воспитанницу спортшколы имени Валерия Стольникова, биатлонистку Анну Григорьеву и ее тренера Андрея Ленева лучшими спортсменкой и тренером Красноярского края по олимпийским видам спорта возрастной группы юноши-девушки. Сразу после небольшой рекламы более подробный прогноз погоды на завтра. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. Свежие выпуски новостей и главные темы дня смотрите на нашем YouTube-канале. С вами была Анастасия Моусина. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok